Поздравляю с победой! Поздравляю с победой! Поздравляю с победой! Второй вопрос. Эмоции этого матча еще не скоро сойдут. Как ты вообще считаешь, что такие решения судей и такие моменты, которые происходили в игре, они сильно повлияли на самый сход матча? Ну, тяжело сказать. Конечно, удаление у нас фактически за пять минут до конца второго тайма было тяжело. Ну, эмоции не выдержали. Все-таки удаление было, наверное, все-таки правильное. Тяжело было, конечно, играть, терпеть эти моменты. И еще хотел бы извиниться перед Прилукой за гол, который забивали вроде со спорного мяча. Ну, как-то так получилось, что он вроде выносил, но попал в ворота. Это чисто случайность. Ну, конечно, можно было, чтобы они забили нам и ответные, но как-то не разобрались. Эмоции все-таки. Извиняюсь еще раз. Луки Спорт, третий кубок подряд, считаетесь одними из главных фаворитов, наконец-то смогли добиться победы. Потому что что на траве, что на паркете вас причисляли к одним из главных фаворитов, но в итоге не доходили. А потом что-то не удалось. Как ты считаешь, что послужило итоговым успехом такого достижения? Ну, настрой, наверное, команды был боевым. Мы на кубок подходили максимально собранными. Пусть там команда со второй лиги, с первой лиги, с премьер-лиги, было неважно. Играли по максимальным возможностям. От матча к матчу, плюс матч и премьер-лиги. И удалось пройти, наконец-таки, четвертьфинал. У нас стадия на паркете четвертьфинала была непроходимая, что мы на траве. Четвертьфинал, одна восьмая финала. Все-таки и здесь, наконец-то, удалось это сделать. В прошлом году обидно уступили дружбе. По игре все-таки недонастроились. И дружба все-таки была не подарок. Поэтому в этом году как-то подошли максимально собранными. И удалось пройти весь кубок с одной шестнадцатого финала и дойти до конца. И в итоге взять, наконец-то, этот кубок. Премьер-лиги не получилось у нас. Сами виноваты, что так плохо начали второй круг после перерыва. Ну и последняя игра с Костилиным не очень удалась. Выигрывали бы, решали бы вопросы. Как выясняется, наверное, скорее всего, было бы у нас даже второе место. Но что делать? Главное, настроились на кубок и выиграли. Что касаемо Костили, это последний вопрос. Вам предстоит матч за суперкубок, в котором вы садитесь с этой командой в сентябре. Будете ли помнить матч регулярного сезона, который состоялся недавно? Или это будет совершенно уже другой сезон и другая история? Конечно, будем помнить. Мы их помним уже не первый раз. Нам не удается у них выиграть на протяжении, получается, третьей лиги начиная. Мы там им проиграли в финале. Потом за матч за третье место первой лиги проиграли им. В прошлом году играли, только ничью смогли в одном матче добыть, второй проиграли. В этом сезоне два поражения, поэтому очень принципиальный для нас соперник. Получается, сколько у нас игр? Шесть? Пять? Пять-шесть игр, одна ничья, пять поражений. Нас это очень волнует. Какой-то для нас просто непроходимый соперник. Хотя вроде боремся в каждом матче, но в итоге все равно уступаем. Поэтому все-таки будет очень принципиальный матч для нас и для них. И как бы все эти обидные поражения будем помнить и настраиваться, как обычно, чтобы выигрывать. Спасибо, вас сейчас поздравляю.